Добрый день, друзья! Мы продолжаем с вами из скольких ниток было соткана одежда Коин Гадоля. Порох, это Нурабанан, дворим, Шенеймар, Багем, шеш, хутин, кафуль, шеша, мошдар, хутин, кафуль, шмона. Там, где написано второе, шеш, там это было из шести ниток, там, где написано мошдар из восьми. Мы сказали, ме-иль, одежда Коин Гадоля, сейчас мы посмотрим здесь, она была, вот, это картинка, это одежда Коин Гадоля, а это одежда простого Коэна. У Коин Гадоля было это все, плюс, это каждый день у Коин Гадоля была такая одежда, у Коин Гадоля была вся одежда, как у простого Коэна, плюс надгрудник, циц, пластинка, квартук и сверху вот эта голубая накидка. Дальше, ме-иль, его было с двенадцати, парокет была из двадцати, каждая парокет, это задность, которая была сплетена из двадцати четырех ниток, каждая ниточка и хошен в эфот, хошен в эфот, это вот этот фартук, который одевался по нашему заду наперед, и эфот, это там, где были двенадцать камней Коин Гадоля, они были сплетены, каждая нитка из двадцати восьми нитей. И Гмара объясняет, откуда история это видна. Дальше говорит Гмара, что у нас был Арона Кодыш. Написано, человек, который, если рвет одежду Коэн Гадоля, он получает награду по бии, наказание, а не награду, получает наказание, что его били малькот. В Торе написано, одежду Коэн Гадоля нельзя ее разрывать, то значит, написано, там сделайте ободок вокруг горла, чтобы он не разорвался, то может, говорит Гмара, может быть, нужно сделать, чтобы он не рвался. Гмара, нет, что здесь есть запрет, что нельзя его рвать, так как это написано в Торе, нельзя его рвать, тот провал получает малькот. Написано, вот этот надгрудник, который был у Коэн Гадоля, он должен был плотно сидеть на его груди. Человек, который его передвигал, нарушал этот запрет, и также Арона Кодыш, который был в Арона Кодыше, были шесты, с которыми его переносили. Митсва есть в истории, что эти шесты нельзя вынимать из Арона Кодыша, тот, кто их вытащил, тоже получает малькот. То есть, они должны быть такими, вот эти два шеста, которые мы видим, мы сказали, что они выпирали, было снаружи, на занятии видно вот эти два шеста, их можно было двигать внутри этих колец, но вытаскивать их оттуда нельзя было. Дальше, Гмара, написано, что весь мешкан был сделан от сащитим омдим, деревья акации или бревна акации стоящие. Да, вот эти бревна, которые мы видим, это стенки мешкана, покрытые золотом, написано стоящие. Говорит Гмара, из слова стоящие мы учим три правила. Рабихама барханина, ацещитим омдим, омдим деревь гидулан. Когда они их ставили, должны поставить так, как дерево растет. Верхняя часть должна смотреть вверх, нижняя часть дерева, этого ствола должна смотреть вниз. Дальше, что мы видим, это ципуян. Облицовка держалась на них. Не они держались на золотой облицовке, облицовка держалась на них. И кроме того, что написано, они стоящие, они продолжают находиться. Даже сегодня, скоро, без радости, придет в Машеах, этот мешкан будет найден. Он остается во веки веков, и без радости, он будет найден и снова будет построен. Дальше. Одежду коэнов нельзя было шить по кусочкам. Поэтому вся одежда коэна была выткана одним материалом. Кроме рукавов, рукава ткались отдельно и потом пришивались к этой одежде. А так, в основном, если мы посмотрим, нельзя было ее сшить из кусочков, а из разных лоскутков. Вся должна быть целая. И потом только пришивались к ней рукава. Дальше. Дальше говорит гмара. Клея мешкан. Дальше гмара приводит нам все принадлежности, которые были в мешкане. Амар, Рахвама, Амар Виуда, Шелуша, Аронот, Аса, Бецалель. Арон, Акодеш, он был сделан из трех ковчегов, трех лорцов. Средний был деревянный. Снаружи железный и внутри тоже железный. Извиняюсь, не железный, а золотой. Сейчас посмотрим. Внутренний лорец был деревянный. 9 кулаков глубиной. Наружный был 10, потому что ширина, а внутренний был 8. Почему 8? Потому что ширина доски снизу была один локоть. Поэтому этот шкаф деревянный покрывался золотом снутри и снаружи. Гмара, Амар Виоханан, Шелуша, Зиримхем. Шелм, Шелм, Звер, Бешер, Арон, Бешер, Шурхан. Теперь, если мы посмотрим, на самом деле это было 10+. Если вы видите, здесь вокруг Арон Акодеша была небольшая корона. Коронка. Здесь более показано четко. Теперь вот эта коронка была на трех бежах в этом игдаше. На мизбейхе, на жертвеннике. На столе и на Арон Акодеш. Что она символизирует? Три короны. Говорит Мара так. Раби Хонан. Кто работал на жертвеннике? Коэнов. Поэтому это корона Коэнов, которую получил Арон и его потомки. Стол символизирует царство. Эта корона царства получил Давида Мелех и его потомки. Арон Акодеш, корона Коэнов, который был на Арон Акодеш, говорит, что Арон аддайна монаху. Коэлл. Хорошэй ликках, яву ваикках. Корона Коэнов, который был на Арон Акодеш, который символизирует царство. Анастайбдавсех. Любой кто хочет, прийти, может прийти, взять, говорит, гемара. Изучением таре. Дальше, говорит, гемара. Раби Хонан. Ваасита лиха Арон Ац, ваасу Арон Ац, шитим. Микан литалмихахам, ше бне Иро, мецувин ласод лом мелахто. Второе, написано на какой пасух. Ваасита лиха Арон Ац, и сделает себе деревянный ковчег. Ваасу Арон Ац, шитим. И сделает ковчег из дерева Акации. Отсюда гора говорит, что в городе, где есть равен, Тармидей Хахамим, община должна его содержать. То есть он должен заниматься делами общины. Они должны давать ему его пропитание, его зарплату. Дальше, говорит, гемара. Тора говорит, что снутри и снаружи его облицуй золотом. Говорит, гемара. Любой Тармидей Хахам, мудрец Торы, внутренность которого не такая же, как снаружи, он не Тармидей Хахам. Что значит, если он снаружи показывает, что он хороший, аккуратный, Тармидей Хахам, культурный, порядочный, изучающий Тор, внутрь, это связь у него тоже должна быть. Не только снаружи, а изнутри тоже. Как говорит дальше, гемара. Раби Шамуэль Барнахмани, его мудрость переходит к тому, про кого он говорит Лашонара, а его грехи переходят к тому, про кого он говорит. То есть, заслуги свои он теряет, а грехи его получает. И даже говорит, гемара. Он говорит, что жалко человека, у которого нету поля или нету двора, а он делает к нему вход. Объясняет Раши, Он говорит, что Тора, что это Тора? Тора это всего лишь вход. Куда? Вход к богобоязненности. Поэтому человек, который изучает Тору, и нет у него богобоязненности, и бесполезно изучение Торы. И перед изучением Тора уже у человека должна быть богобоязненность. Как говорит наш гемара, Раби Шо Бен Леви, Везот Тора, Аше Сам Муше, Заха наасет, Лосам Ахаим. Лосаха наасет, Лосам Мита. Да, мы говорим перед поднятием Торы, Везот Тора, Аше Сам Муше, Лев Неверный Исраэль. Вот Тора, который поставил Муше перед еврейским народом. Сам мы пишем сам их мем. Но эликсир на еврейском, сам их ман. Он звучит так же, это сам их мем. А сам Чинме говорит Мара так, Человек, который, сейчас я закончу, Человек, который удостоился изучения Тора, она становится для него эликсир жизни. Но человек, который не заслужил, даже если он изучает Тору, она для него эликсир смерти, не дай бог, и ад смерти. Как говорит дальше Мара, Раб Ханина, Ерат Ашем, Тегура, Омедед, Лаад. Написано, Срав перед Богом чистый стоит в веки. Как чистый? Человек должен как можно раньше жениться, чтобы у него не было неправильных мыслей, и когда он изучает Тору, чтобы он изучал ее в чистоте и святости. Баруха, Донай, Лаула, Аминь, Те Аминь.